Доктор Дядя Миша Окружающий мир Неживая и живая природа Природа и рукотворный мир Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович Я детский врач Сейчас на пенсии А это мой друг Алтай с вами здоровается Сегодня мы ждем в гости наших друзей Веру и Фому Они и брат, и сестра Верочка учится во втором классе А Фома семиклассник Он старается помогать сестренке в учебе Иногда и я помогаю О, ребята пришли Да-да, сейчас открою Здравствуйте, Михаил Гаврилович Добрый день, дядя Миша Приветствую вас, друзья мои Доктор, у нас просьба У вас не найдется запасного спального мешка На время Надо в кладовке поискать Сейчас А зачем он вам? К нам папина и мамины друзья в гости приехали Мы все вместе решили отправиться на природу Только вот одного спальника не хватает Понимаю Где-то тут у меня Нашел! Вот! Я здесь положу в коридоре А сейчас проходите в комнату Пироги стынут Спасибо большое А куда собираетесь, если не секрет? Не секрет Сначала в лесопарк Там будут специальные веревочные трассы с препятствиями А потом поход с ночевкой в палатке И костер будет Мама сказала, будем кашу варить На следующий день у нас сплав по реке на Байдарке И посещение фермы Там будут коровы, овечки, козочки, кролики и курочки Всех можно будет покормить и погладить Только вот папа про какие-то правила говорил Правила поведения на природе, да Но нам главное сейчас ничего не забыть взять с собой Спички, компас, палатка, еда Ну и всякое другое Ну что ж, это, конечно, не совсем выезд на природу Но программа интересная Дядя Миша, как же не на природу? Доктор, я тоже не понимаю, о чем вы? Дело в том, что все, созданное руками человека, не относится к природе А вы сказали, что будете в веревочном парке и на ферме А, я понял Ведь ферму и парк построили люди А деревья кто создал? Вера, мы уже говорили об этом Существует множество научных теорий о происхождении Вселенной Но большинство людей на Земле верят в то, что мир сотворен высшей силой Всемогущим Творцом, которого христиане называют Богом Помнишь, нам доктор о сотворении мира рассказывал Сначала создал Бог небо и землю Солнце, луну и звезды А, вспомнила! И деревья, и птицы, животных И насекомых даже Молодцы, ребята Значит, природа – это все то, что живое? Не совсем так, Вера Природа бывает живая и неживая Как это? Давайте попробуем разобраться вместе Алтай, поможешь нам? О, а вот мы и в лесу Вера, смотри, как хорошо вокруг Деревья шумят, птицы поют Солнышко светит И ручеек бежит по камушкам Красота Ну, теперь давайте попробуем разобраться Что здесь относится к живой природе, а что к неживой Ну, это легко Все живое двигается Птицы летают, рыбки плавают О, Алтай, как весело бегает Да, ну, посмотри, он как раз к дереву подбежал Скажи, оно умеет двигаться? Конечно Вон у него листики шевелятся Вообще-то они шевелятся, потому что ветер дует А само по себе дерево двигаться не умеет Оно ведь не может с одного места на другое перейти Но оно все равно живое Оно же растет Верно, Вера А теперь взгляни на ручеек Ты говорила, что он весело бежит по камушкам Он двигается? Да А мы можем его отнести к живой природе? Наверное, нет Ручей-то просто движущаяся вода Значит, неживая природа Хорошо рассуждаешь, Фома А дальше? Получается, что движение Это не главный признак живой природы А еще я тут подумал Что и роботы могут двигаться, и машины А они вообще к природе не относятся Их человек создал Отлично Вера А теперь тебе вопрос Чем же тогда отличается живая природа от неживой? Ой Так сразу не скажешь Давайте понаблюдаем внимательно за всем Что находится вокруг нас Ой, Алтай мне цветочек принес Спасибо, мой хороший Куда это он? Смотри, Вера Шишку принес И камушек Ну зачем? Думаю, как раз для нашего исследования Спасибо, Алтай Итак, посмотрим Что мы видим? Цветок Шишку Камень И Алтая Верно Он ведь животное Собака Значит, относится к живой природе Молодцы А теперь давайте попробуем найти общие признаки у всего, что перед нами Ммм Цветок Это растение Значит, оно растет Я когда на огороде у бабушки помогаю поливать Так сразу все в рост идет И морковка И капуста И цветы И шишка на дереве растет Сначала она маленькая А это уж вон какая выросла Размером с кулак И Алтай Он ведь раньше был щенком А потом вырос Точно Только его для этого надо не поливать А мясом кормить Ну, не только мясом И овощами, и крупами И витамины ему нужны Ребята, а вот этот камень? Камень? Он не растет, как не поливай А как же сосулька Помнишь, какие они большие весной вырастают? Да А это ведь как будто камень из воды А еще есть кристаллы Они тоже могут расти Правильно Поэтому получается, что вы назвали еще один из признаков живого Но не единственный Итак, какие признаки есть у всего живого? Ну, мы говорили, что все живое растет Но сначала рождается А если рождается, то и развивается Цыплята рождаются из яиц И вырастают в куриц и петухов А из семечка развивается растение А еще все живое, чтобы расти и развиваться Должно питаться А еще? Ммм, не знаю Ну, положи руку Алтаю на грудь Чувствуешь, как она поднимается и опускается Он дышит А еще я чувствую, как бьется его сердце Михаил Гаврилович, растение ведь тоже дышит Конечно Причем всеми частями тела Стебли, листья и цветки поглощают кислород из атмосферы А корни из воздуха, который находится между твердыми частичками почвы Так вот почему бабушка говорила, что землю вокруг деревьев в саду нужно рыхлить Чтобы деревьям было легче дышать Именно Кажется, Алтай говорит, что нам уже пора домой И дома я тоже вам кое-что покажу Садитесь за стол Фома, можешь пока чаю налить А я кое-что принесу Хорошо Вера, давай чашку Как раз на антресолях увидел, когда спальник доставал А что это за коробка? Это Мой первый микроскоп Именно с него началось мое увлечение природой А уж потом и медициной Ух ты, вот это да А зачем он нужен? Вера, ты что? В него же можно все-все рассматривать Это так интересно Я как раз хотел вам показать еще кое-что Объединяющее все живые существа Вот, смотрите Дядя Миша, зачем вы лук режете? Ой, глаза защипало Потерпи минутку, сейчас пройдет Так, берем вот эту тоненькую прозрачную пленку И кладем под наш микроскоп Взгляните Какие-то прямоугольники На кирпичики похожи Что это? Это же клетки Мы по биологии в шестом классе проходили Верно, Фома Так вот, все живое состоит из клеток И мы И Алтай? Да, это как строительные кирпичики, из которых строят дом Но увидеть их можно только под микроскопом Не только Ну, возьмем апельсин Вот Я разломил его Видите? Самые маленькие ячейки сердцевины апельсина Их видно невооруженным глазом Да, видно Если очень постараться То можно отделить их друг от друга Это и есть клетки апельсина Или икра рыбы и куриное яйцо Это тоже клетки Ого, я и не знал Как интересно Да, удивительно это все создано Итак, давайте еще раз подведем итог Какие мы с вами вывели признаки живой природы? Все живое рождается, растет, развивается, дышит Питается и размножается А еще состоит из клеток Молодцы, ребята Алтай предлагает вам сыграть в игру Чудесная доска! Ура! Я нарисую на ней два больших круга Вот так И вот так Над одним пишу Живая природа А над другим не живая А вам раздам карточки Держите Спасибо И что с ними делать? Вы будете называть, что на них изображено И помещать в соответствующий круг Начали? Вера, какая первая карточка? У меня ромашка Это живая природа Прикреплю картинку сюда Молодец! Теперь ты, Фома У меня нарисована капля воды Это не живая природа Значит, сюда На моей картинке мышка Это живая природа А у меня горка земли Не живая Сюда А у меня нарисована Алтай с дядей Мишей А человек ведь тоже живая природа Человек Высшее творение Божие И, конечно, он тоже относится к живым существам Значит, сюда А у меня две карточки осталось На одной огонь, а на другой пчела Пчелу в живую природу Она насекомая А огонь в неживую Вы отлично справились, ребята А теперь подумайте Что может объединять живую и неживую природу? Не знаю Посмотри внимательно на нашу чудесную доску Моя ромашка Она завяла Листики совсем поникли Ее надо полить Давай возьмем мою картинку с каплей воды И поместим ее к твоей ромашке Давай Она ожила Листики поднялись Ура! Можно и пчелку сюда посадить Она будет цветы опылять и мед собирать Ага Ой, а мышка дрожит от страха Наверное, боится, что кошка придет Ей бы спрятаться Погоди Она же может выкопать норку Давай скорее картинку Там, где горка земли Держи Копает мышка Все, спряталась Ой, на картинке, где дети Миша и Алтай Снег пошел А на Михаиле Гавриловиче рубашка с короткими рукавами Нужно их согреть Огонь дает тепло Эту картинку тоже сюда Вот это да! Наши круги соединились Получается, они друг без друга не могут Да, живая и неживая природа тесно связана между собой Погодите А ведь папа об этом и говорил Ну, когда о правилах поведения на природе рассказывал О том, что все в природе связано? Да И что нужно к ней бережно относиться Ваш папа совершенно прав Мы будем стараться Вот и хорошо Надеюсь, ваше путешествие пройдет интересно И вы нам с Алтаем о нем расскажете Обязательно расскажем И фотографии покажем А еще можно я соберу кое-какие образцы растений, чтобы потом у вас их в микроскоп рассмотреть? Очень уж меня строение клеток заинтересовало Ну, конечно, Фома Буду только рад Ну, нам уже пора домой Еще собираться надо Спасибо за спальный мешок До свидания! До свидания, дядя Миша! Спасибо! До новых встреч, друзья мои! Приходите еще! Мы с Алтаем всегда вам рады! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok